Приветствую вас из нашего сквера мира. Вы знаете, тот самый случай, когда в присутствии этого инструмента как-то сидеть не очень ловко. Потому что скрипка это, наверное, один из символов нашего города. Так же, как и Потемкинская лестница, как памятник Дюка, так же и скрипка, и фестиваль «Золотые скрипки» Одессы, который жив, живет и будет еще жить. Елена Ергева сегодня у нас в гостях, заслуженная артистка Украины. Она заведует отделом, ну я по старинке называю, струнным отделом училища имени Донкевича. Она децент нашей консерватории, она концертмейстер камерного оркестра нашей филармонии имени Остраха. И в ближайшую субботу, 6 числа, состоится ее концерт. Мы сегодня ждали, кстати, Игоря Шевруга, художественного руководителя этого оркестра. Но, помимо того, что он в филармонии, он же еще в оперном театре, дирижирует спектакли. И там идет активная подготовка новых спектаклей, потому что после пандемии, после вот этого перерыва все соскучились. Сейчас возобновляется, так сказать, весь репертуар, так что, ну, он на работе, хотя жалко, хотелось его встретить. Итак, субботний концерт. Вот каким образом вы выбирали вместе с Игорем репертуар именно этого концерта? Потому что я знаю музыкантов, хотелось сыграть все, но выбрали что-то. Ну, дело в том, что у меня последнее время, вот мне хочется играть музыку барокко, потому что она сродни джазу. Там можно импровизировать. То есть Игорь Ленинович не знает, что я там собираюсь уходить от нотного текста и придумывать свои добавочные пассажи и каденции, потому что там это в то время каждый музыкант умел импровизировать. И вот это было, для меня это сейчас очень интересно. Я даже там научную такую доклад делала на эту тему, изучила разные стили разных стран, импровизации в стиле барокко. И вот сейчас буду это, постараюсь применить и в Бахе, в Бахе немецкий стиль, в Вивальди итальянский. И, в общем, мне нравится эта музыка. И она, это фактически четыре времени года, это четыре времени жизни человека. И вот здесь и с философской точки. У моего мужа есть такая теория философская. Он вообще любит читать философскую литературу. Утро у нас начинается в пять утра с Умберто Эко, сотвори себе врага и так далее. В общем, мы это все обсуждаем и читаем в пять утра. И вот у него своя такая теория, теория 20-летий. То есть, фактически, если посмотреть со стороны 20-ти лет, то у человека очень мало этих периодов. 21-я 20-ка, это ты родился и развиваешься. Потом идет становление, вторые 20-ки, потом зрелость. И потом уже кто, вот мне повезло, я уже до 4-й доплыла, да. 20-ки, там уже, конечно, нужно пожинать плоды. Это вот та осень, которая, да, которая будет. Но по-внутреннему, Лен, я за себя скажу и за тебя тоже, и за Ваню в том числе. Вот, по внутреннему состоянию мы вместо четвертой попадаем обратно в первую. Потому что, действительно, вот этот вкус жизни, вот вкус действительно прекрасной музыки. И вот, я не знаю, надо будет, наверное, отдельную передачу посвятить вообще и тебе, и Ивану Юрьеву, вот, нашему прекрасному баянисту, инструменталисту, импровизатору, композитору, который вы же оба играете очень здорово классику. Но, кроме этого, оба хулиганы страшные музыкальные, потому что, я вот помню, по-моему, Лена Шевченко, да, когда был юбилей, вот, в Кварте там играли, там, такие импровизации, вообще, такие коллажи музыкальные, сумасшедшие. Вот, Ваня играл с оркестром Галащапова, между прочим, биг-бендом Галащапова, вот, и тоже играл джаз, что для меня... Для меня это было... С шевчевым оркестром он играл когда-то, а вот с биг-бендом нет. Биг-бендом нет, и для меня тогда это было вообще прозрение сумасшедшее. Ну, это отдельная тема. Там, кстати, тоже будет один, у меня там в сумке, ну, неважно, ноты, это будет сюрприз, это будет уже после барокко, после Баха и Вивальди, будет одно произведение, которое мой муж мне подарил, и мы сыграем. Это будет, ну, как бы, сюрприз, анонсирую, да, будет. Хулиганство будет, короче, в конце. То есть тот самый случай, когда вот мы читаем афишу, но надо еще догадываться, что там будет между строк в этой афише. Кстати, вот мы еще вчера переписывались, потому что вот и вчера, и сегодня обещали, тут штормовое предупреждение, даже там в телеграм-каналах там показывали вообще град, который выпал где-то в области, и вообще должна была быть сегодня буря, гроза и так далее. Ничего подобного, какие-то погоды хорошие, нормальные, но, идя сюда и думая о музыке барокко, ну, у меня гроза звучала в ушах. А может быть, ой, все, рояль в кустах, скрипка в руках. Ну, это должен быть оркестр, конечно, мой любимый, о котором мы поговорим, да, то есть это понятно, что соло, это не то звучание, но просто, чтобы все знали, что будет звучать. Музыка. 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 звучали, но скрипки еще не было. Есть еще пару фрагментов от тех выступлений, которые были в кирхе. Я знаю, что, наверное, вокалистам все-таки легче петь в соборах, в каких-то культовых зданиях, потому что там своеобразная акустика, под которую можно подстроиться. Орган звучит. А как инструменталисту? Наоборот, прекрасное звучание. Когда мы играли в Италии на конкурсе, мы там с Иваном, когда довелось играть. Там, наоборот, очень красиво звучит. Там оно добавляет объема звуку и несется. Там эффект ревербрации, просто звук же возвращается. Выбирать темпы немножко более спокойнее. И острее штрихи, и оно звучит наоборот в 10 раз лучше. Я обожаю играть. У нас, вот и в кирхе. У нас в кирхе я был на этом концерте, да, потрясающе. Там очень акустика, наоборот, помогает. Я люблю влажную акустику, как мы это называем, профессионалы. Вот хоть скоро мы коснулись с акустикой, сейчас небольшой музыкальный фрагмент. Давайте послушаем, действительно, как скрипка звучит в кирхе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему я в самом начале сетовал, что Игорь, не смог Игорь Леонидович прийти к нам сюда? Потому что я хотел с ним обсудить такую тему. Вот совсем недавно Эрик Шлемберг, наш известный пианист, он концертмейстер, прекрасный был с вокалистами, вот он сейчас в штатах живет, и периодически мы с ним обмениваемся там разными видеоматериалами. Он мне пришел, прислал где-то более час, почти два часа концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра, Дэнни Кей, дирижер. Вот. Совершенно хулиганистая, так сказать, дирижирование, но при этом совершенно потрясающий оркестр. Вот. Понятно. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что в текстовом сопровождении вот этого видеоматериала там найдете ссылочку на этот оркестр. Просидите час сорок перед экраном, посмотрите вот это выступление. Это просто сумасшедшее, это просто потрясающе, вы не пожалеете, потому что это вызывает и смех, и это вызывает глубокое уважение тому высокому качеству вот этого инструмента под названием оркестр. Уровню игры профессионализма всех музыкантов, которые по взмаху, по, там, не знаю, мимике дирижера могут... Он и ногами дирижировал, языком там чем угодно. Так вот, Лен, как ты считаешь, вот такая популяризация симфонической музыки, да, вот филармонического искусства, она может иметь место? Или это чисто американские вот эти вытребеньки? Нет, это не только американские. Когда мы у нас, наш оркестр организовал немецкий дирижер, Томас Мандель, лет 30 назад, и вот эти все 30 лет мы идем уже с Шавруком, как говорится, по жизни рядом, в творческой жизни. И вот мы ездили два или три раза, мы работали вместо немецких музыкантов в Германии. И там тоже вот это все, о чем вы рассказываете. Допустим, мы ходили на концерт, во-первых, играли совместно, у нас сидели, допустим, я и немец. И на каждом пульте мы сидели, такой был сборный оркестр, украинско-американский, да, и было очень интересно, потому что разные немножко школы, но выступали мы вместе, и это делалось все на лужайке возле озера шикарного. Люди приходили с подстилочками, с какими-то там угощениями и слушали музыку три часа без вокала, то есть только симфоническая музыка, вот эти два оркестра, которые нас соединили. То есть тоже, и каждая вещь предварялась каким-то рассказом, то есть обязательно надо что-то поговорить, что-то рассказать, что-то, чтобы публика воспринимала сложную классическую музыку легко. В принципе, тем же путем, да, тем же путем мы идем. У меня вот на неделе будет Юлия Юрчак, вообще наши музыковеды, они, кстати, делают очень хорошие циклы, они делают... Раньше слово абонемент филармонический звучало где-то, как-то нагоняло скуку, но это в наши студенческие годы. Сейчас каждый абонемент, это своеобразная прелына какая-то, да, своя жемчужина, интересно, со вкусом подобранным репертуаром, исполнителями. Вообще, по-моему, вот, конечно, война, конечно, это ужас и трудно переживать. Но, с другой стороны, оно открыло, по-моему, вот тягу людей к искусству, тягу людей вот к тому светлому, прекрасному, ради чего, собственно, мы живем. Ну, это доказывают полный зал, и вот у нас... Мы, конечно, вернулись к жизни вот сейчас, благодаря дирекции, которая разрешила нам работать, потому что музыкант без игры и без сцены, это мы просто умирали. И вот с июля мы вышли на работу, и полные залы доказывают, что людям это надо. Они приходят, они ждут тревогу. Вот у нас первый концерт, люди ждали полтора часа, пока тревога закончилась. Второй концерт мы продолжили прямо в нашем бомбоубежище, так называемом, ну, это наш нижнее фойе. И тоже все люди стояли стоя и слушали, и было... Ну, то есть мне это напомнил блокадный Ленинград, не знаю, стоит ли так сравнивать. Но фактически это в военное время люди очень тянутся, хотят вот эту гармонию души, хоть на какой-то миг забыть обо всем, что мы видим вот это вокруг, страшные эти тревоги и взрывы. Несколько слов о том, каким образом вот дальше... И вообще удивляюсь, как удается вот и преподавать в училище, и преподавать в консерватории, и играть в оркестре, вот, и готовить сольные программы. И кроме этого, в Иване еще активные теннисисты участвуют в разных турнирах, то есть такие всеядные, вот, и оказывается, еще раннее утро начинается с высокой литературы и философии. Да, и плюс сегодня теннис уже тоже был, мы выиграли, да, на корте с Иваном, за миксом, да. Ну, я как играющий тренер, я считаю, что музыкант должен играть и выходить на сцену, потому что если ты теряешь форму, ты уже не так можешь научить. Я считаю, что, ну, конечно, цель, чтобы ученик тебя превзнашел. Вот, кстати, со мной на сцене в этом концерте будет моя ученица, которая у меня 4 года была в училище, Виктория Матвеева, а потом, как магистр, закончила консерваторию, и вот сейчас мы с ней будем вдвоем играть этот двойной концерт Баха, который тоже, ну, это один из шедевров. То есть мы вот на протяжении передачи пару раз показывали, вот еще раз покажем афишу этого концерта, ну, это тот самый случай, когда надо говорить, до конца не верьте этой афиши, потому что там ждет огромное множество разных сюрпризов, неожиданных ходов, вот, ну, это все, что связано и с Шевруком, и с его камерным оркестром, и с Еленой Ергией. Еще раз напомню, что в ближайшую субботу, это будет 6 число, в 17 часов в филармонии состоится вот этот концерт, я думаю, что те, кто придут на него, просто не пожалеют, вот, и спасибо огромное, что смогла прийти к нам сюда в сквер и подарила она музыку. Спасибо за ваши передачи, которые несут позитив, вот, нам очень не хватает сейчас таких вот ярких, позитивных, интересных, информативных передач. Мы все по физике проходили, сила действия рождает силу противодействия, поэтому мы должны, не потому что, мы должны вопреки. И завершаем нашу сегодняшнюю передачу по традиции, все будет Украина, все будет Одесса, все будет филармония, все будет музыка, вот, и еще послушаем Баха. И да, я напоминаю, что в текстовом сопровождении, там еще и ссылочка на Нью-Йоркский филармонический оркестр, потом еще послушайте, тоже получите огромное удовольствие. Ну а сейчас мы слушаем Баха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok